Все помнят евангельскую историю про мытаря Закхея, который, чтобы увидеть Христа, залез на дерево. Когда ее читают в храме, обычно делают акцент на том, что Закхей, начальник мытарей, человек богатый, ради того, чтобы увидеть Христа, забыл о своем положении и богатстве, и ради этого залез на дерево. Его искренне душевный парив, навстречу Богу, был вознагражден. Господь сказал ему, сегодня буду у тебя. На доверие Христа Закхей отозвался всем сердцем, Господи, половину имения моего отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Но в этой истории было много других людей, окружавших Христа, которые начали роптать и говорить, что он зашел к грешному человеку. Как вот это все нам знакомо. Сколько раз, когда те, кого мы считали грешными и недостойными, получали от Бога милости, а мы, считающие себя, если неправедными, то точно неплохими людьми, вместо того, чтобы порадоваться за других, роптали на Бога и втанья, терзались, что он не замечает нашей праведности. Этой мнимой праведности неведома любовь Божия, которая, как дождь без разбора, изливается на всех людей. Непонятны слова Христа, который сказал, пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Можно быть частью толпы, плотной стеной окружавшей Христа, тесниться, давить, дышать в спину, но при этом быть бесконечно далеко от Бога. Можно каждый день ходить в храм, быть на литургии, молиться часами и при этом не любить ни людей, ни Бога. Чтобы этого не случилось, надо стараться иметь доверчивое, простое, нелукавое, доброе сердце, способное забыть себя, чтобы только увидеть идущего навстречу Бога. Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok